Итак, у нас в последнее время в СМИ постоянно противопоставляют либералов и патриотов. Это не совсем корректная пара, потому что мы понимаем, что патриотизм из одной оперы, а либерализм из другой, но тем не менее. И вот я на самом деле хочу эту пару заменить другой некорректной парой и порассуждать. И мне кажется, это вполне как бы правильно. А как иначе? Корректный пара неинтересно, потому что если заменить корректной парой, станет неясно, как же они все-таки тогда не договорятся. То есть, если бы люди противостояли друг другу на одних основаниях, они бы так или иначе понимали друг друга и не было бы такой абсолютно глухоты. А мне кажется, что они говорят... Безысходности. Да, и безысходности. А они просто на разных основаниях стоят действительно. И эту пару, которую я веду, это гуманизм и гуманисты, соответственно, и романтизм и романтики. Вот такое странное противопоставление. Значит, отправной точкой моих размышлений будет неточная цитата из вовсе не лоского, как я тогда в машине говорил. Это Константин Леонтьев, такого философа начала XX века русского, Константина Леонтьева. И вот, ну, по крайней мере, так я помню, и даже, скорее всего, это было в книге Бердяева, которая упоминает Константина Леонтьева и приводит эту цитату. В общем, Константин Леонтьев говорит примерно следующее, что, ну, ребята, как бы, да, ну, не для того, не для того вот были все вот эти Наполеоны, была вот эта история, да, были колоссальные человеческие жертвы и там всевозможные там движения духа, чтобы теперь, вот, некий буржуа, там, не знаю, Иван Иванович Иванов благодушевствовал, да, вот, на всем этом, да, и как бы и тихо, мирно, вот, как-то вот, сыто жил. Ну, это просто пошло, понимаете, да, то есть, просто пошло, такой исход. Чистый русский послал. Может быть, да, вот, и, понимаете, в чем дело, ну, и тут надо поговорить, прежде чем, как бы, возвращаться к этой цитате, поговорить про гуманизм. Так или иначе, мне кажется, что, действительно, вот, если мы говорим, если мы что-то вкладываем в понятие западного общества, то, или западной идеологии, то, мне кажется, в первую очередь, это как-то проросшая там, проросшая там идеология вот этого гуманизма. То есть, человек – это некая высшая ценность. И человек даже, как бы, вот, он индивидуальный человек отдельный, он превыше, там, может быть, коллектива и так далее. И Игорь в свое время делал доклад на тему фашизма, там, и либерализма, исходя из Декарта. То есть, я согласен там со всем с Игорем, кроме, как бы, кроме того, что это имеет отношение к Декарту, кроме того, что это имеет отношение к либерализму, фашизму и так далее. То есть, действительно, есть какой-то крыльгольный момент, ну, скажем так, люди в какой-то момент начинают понимать, что жизнь человека, вот, она там, очень трагична, так сказать, человеку сострадают. И на этой почве, вот, человек становится, ну, чем-то, так сказать, самым важным, так скажем. Но, каким последствиям приводит... А почему именно почве величие? Что человек настолько велик, что он, как бы, является... Ну, потому что он невелик. Он невелик, он невелик, в том-то и дело. Потому что есть... Человек, который в самой своей низости человек. Не, ну, это, смотрите, в крестьянстве Бог даже воплотился в человека, тем самым подняв человеческую природу до Бога. Ну, не очень ему это удалось. Нет, не важно, что ему это удалось. Важно, что, на самом деле, это сама идея, что человеческая природа такова, что даже Бог. Вот, скажем так, ты прав. Если бы человеческая природа не могла вместить в себя божество, он бы мне не воплотился. Ну, все правильно, да. Именно таким путем гуманизм, как бы, и просочился, да, в умы. Сначала через величие человека. Но потом, когда религиозное вот это вот содержание ушло, вот, из мировоззрения людей, у нас остался просто человек, вот такой, какой он есть, да. И он все так же остался во главе угла. На самом деле, ну, наверное, это как с демократией, ничего лучшего не придумали. Вот. Но... Когда этим человеком, ценность которого превыше всего оказывается другой, мы имеем дело с какой-то, ну, достаточно, ну, просто с христианской... Ну, может быть, не с христианским. Ну, нет, это, наверное, не правильно. Ну, во всяком случае, с самым, наверное, с самой чистой и такой возвышенной этикой, да, когда вот этим человеком оказывается другое. Когда этим человеком оказываешься ты сам, возникают такие явления, как индивидуализм, там, в котором тоже обвиняют, там, западное общество и так далее и тому подобное. То есть проблема в том, что вот этот гуманизм, он ведет к целому ряду, как бы, побочных эффектов очень серьезных. Тоже общество потребления, которое всячески обсуждают, вот, это все некие следствия. Вот, причем, возможно, как бы неизбежны. Вот. Вот. И самая главная проблема, вот мы возвращаемся к цитате Константина Лютева, что, ну, как-то, если особенно не сочувствовать вот этому человеку, то все это выглядит как-то, ну, пошло, что ли, да. То есть ведь есть, как бы, какие-то высокие устремления, там, можно строить, там, вот, космические корабли, можно, там, жить ради общества и так далее. То есть рано или поздно, рано или поздно у людей возникает некая реакция, да, как мы говорим про реакционизм. И они уже не могут довольствоваться этим смыслом. То есть проблема гуманизма в том, что очень трудно на этом основании наделить жизнь смыслом. То есть гораздо проще это сделать каким-то другим путем. Нет, подожди, а гуманизм это что значит? Какой-то просто любой к другому? Нет, нет, просто что человек является вот высшей ценностью. Ну, и как эта ракета противостоит? А вот так вот противостоит, противостоит, что приходит, как бы, недовольство, вот, текущим положению вещей. И люди говорят, мы хотим больше, мы хотим, как бы, чтобы не человек был самым главным, а, допустим, что-нибудь другое. Допустим, Родина. Нет, подожди, а почему, вроде бы, казалось, что человек самый главный, поэтому мы строим ракеты? Нет. Ну, нет. Казалось бы, человек самый главный, поэтому мы берем дубинку, и его как зайца, и зайца только бить. Нет, 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 люди говорят, человек не самый главный, главная истина, допустим. И все, понимаешь? Нет, 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 нет. А человек... Казалось бы, что из того, что человек доминирует, мне казалось, что из этого исследуют и ракеты, и математика. Нет, 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 ну, никогда так не было. А почему? Ну, посмотри на наш Советский Союз. Там, как бы, разве человек был главным? Нет, не был он главным. А ракеты были, понимаешь? А как только человек становится главным, вот, то уже не нужно лететь в космос. Это социальное государство, государство, которое... Ну, и где там? Где? А посредством ладилов и ракеты, и прочее, ну, ради человека же зачем? Ну, нет. Сель-то все равно человек, а посредством, она, конечно, чекает. Там потолщина уже такая, да. А посредством. Нет, ну, просто тут еще... Я говорю сейчас не о, как бы, не о государственном настройстве в целом, а о идеологии, которая, ну, как бы, о идеологическом настроении человека отдельного. Нет, просто действительно есть такое, что ты полагаешь, ты смотришь на другого человека, у тебя какают слезы, говорят, что он гол, болеет, и что-либо еще. Ему надо знать хорошо, то есть ему надо задать корма побольше, постелительность в хорошем месте. Да, 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 да. Рыбки-рыбки как-то же. Вот, да, вот таким образом, то есть надо задать корма человеку. Ты считаешь, что вот это гуманизм. Да, это такое... Когда задашь ему корма, то тогда это и гуманизм. А если какая-то внешняя цель, то это не гуманизм. Да. Да, да, а... А знаешь, какая здесь проблема? А если ты хочешь его математике научить, типа того, что, то это уже не гуманизм. Нет, это тоже гуманизм. Тоже? Чисто в философской проблеме физически состоит в том, что существо, которое имеет внешнюю цель, оно внутри себя неполноценное. Раз только полноценное, самодостаточное, внутренне, законченное, не имеет никаких внешних целей. И именно как раз личность, да, и гуманизм, о котором ты говоришь, именно так и понимает человека, как вершина творения. Да. И она не требует никакой внешней цели. Это бессмысленно, потому что она закончена... Ну, жизнь-то человеческая конкретная. Вот, ну, мы не такие, мы не таковы. А кто внешней целью, он на самом деле показывает свою неполноценность. Тем самым обнаруживает ее. Ну, люди неполноценны. Стремление к человеку и к иному. Сами факты. Ну, понимаешь, в чем дело? А этому божество ничему не стремится и ничему не желает. Оно не может быть. Ну, это какой-то абстракт, я немножко разговариваю. Нет, я же говорю, это метафизическое основание, почему на самом деле не может быть никакой внешней цели. Внешняя цель всегда указывает на то, что то, что стремится к этой цели, само по себе неполноценное. Раз оно как умеет нужду в чем-то внешнем. Так, дело в том, что вот этот, ну, как бы романтический настрой, он и не говорит о том, что мы все полноценны. Он говорит, что мы все, там, не знаю, расходный материал, мы все приходящие, там, и так далее. Не человек вообще цель. А что? А что-то другое. Ну, допустим, государство. Вот у нас должна быть сильная страна, говорят люди. И это важнее, чем я, ты, пятый, десятый, давайте миллион расстреляем. И они действуют так не потому, что они хотят там расстрелять или считают, что это возможно, да, и так далее. Они действуют так потому, что это другой способ смысла образования, да, и другая иерархия ценности. Но это похоже на то, что есть атомизм, да, и каждый атом. Ну, это похоже. А есть как бы не атомизм, я не знаю, что там. Ну, коллективизм такой, да. Но коллективизм это просто конкретное, ну, это конкретный пример. Не обязательно так. Тот же фашизм, да, хотя он тоже был социализмом, он выезжал именно на том, что людям предлагалось что-то больше, нежели вот такое, ну, бюргерское существование. Понимаешь? Им предлагалась какая-то идея, вот, которая выходит за рамки отдельного человека, который, как бы, превосходит. Так вот, по-прежнему, мне остается, мне не очень понятно, что бюргерское некое существование, это является следствием гуманизма. Да нет, не является. И в этом смысле, вот, тоже советский строй, он же пытался народ коксически развивать. А эта идея 19 века, она же была гуманистической идеей, по сути, хождение в народ, мы придем, и народ разобьем. Да нет, это не в этом гуманизм. Гуманизм не надо, так сказать, дайте людям жить, вот что такое гуманизм. Дайте им мнение, ну да. Не посвящение, это все тоже гуманистическая идея, это романтическая идея. Какая? Посвящение. Да, это романтическая. Потому что это идея, не конкретный вот этот человек, а надо, чтобы все там были умны, чтобы дальше... Нет, это посвящение, это посвящение конкретного человека, почему? Да не надо его просвещать. А почему не надо, так? Почему ты считаешь, что... Посвящение тех, кого не достает этого посвящения. Почему ты думаешь, что гуманизм, это задать им только корма? Может быть, им это еще и стоило поставить? Нет, если они хотят, хотят, то все дать, не хотят, не трогай, вот гуманизм. Это же отношение как к субъекту, как равному, не корма. Ну как раз идея, о которой ты говоришь, какая-то иная, это романтизм и есть. Да, да. Это романтизм. Какая? Ну какая-то внешняя идея, а... Ну я про это и говорю. Просвещение это идея. На основании к тебе нет, 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 просвещение это не идея, просвещение это как раз гуманизм. То есть человеку надо относиться к человечеству, да? Подожди, я не понял. А если человек по субботам и воскресеньям любит других людей расчленять, то мы тоже должны гуманистически относиться, то есть делать то, что он хочет. Это противоречит гуманизму тех, кому он расчленяет. Ну в каком-то смысле запрет смертной казни, он таков и есть, да, мы должны отнестись к нему по-человечески. Как-то так и происходит. Давайте вот я обещал про гей-парады, да. Я просто на основании этого понял, что такое гей-парад, да. Вот, я понял это, ну когда смотрел, правда, видео такое специфическое, где шведские представители ЛГБТ поют российский гимн. Не знаю, видели вы такое, нет. Это потрясающе, потому что как бы, ну у тебя в голове происходят какие-то такие, вот, очень странные процессы, замыкания какие-то, нетипичные, да, ты не понимаешь, как к этому относиться. Да, и они подвздушуются, они стараются. Вот, я пытался понять, из чего, как бы, что они хотят сказать, да, и понял, что такое гей-парады. Вот в обществе, где человек, как бы, является ценностью, вот, там, ну вот в гуманистическом обществе, там можно ненавидеть абстрактного какого-то человека, да, можно там ненавидеть вот, там, эти геи, да, но достаточно просто предъявить конкретность, да, достаточно предъявить конкретного человека, как вот ненависть, ну, по крайней мере, с точки зрения идеологии, да, вот этой гуманистической, становится невозможной. То есть их задача на гей-параде просто предъявить себя как живых людей. Они себя предъявляют, и это снимает все вопросы. Посмотрите, мы живые люди, неужели вы станете, условно говоря, нас убивать? То есть некая такая наивность, как все равно, что там евреи бы вышли и сказали, да не, ну что вы, будете нас что ли тут уничтожать концентрационно? Ну вот, ну я свою депутат. А вы не скажете, что они нормальные? Нет. Потому что они нормальные, то вы не вышли. Нет. Нет, но вы состоите в суть, что нормальные люди могут выйти, же правильно? Ну, это твоя теория. Это твоя теория. А моя, мне кажется, значительно проще и легальнее, потому что они просто предъявляют себя. Точно так же, когда они пели вот этот гимн, да, они просто, ну просто если мы слушаем, слушая гимн, мы их видим. Ну, короче говоря, это способ привлечь к себе внимание такой. Вот они привлекли к себе внимание, чтобы предъявить себя, посмотрите, вот мы живые люди. Потому что пока люди держат в уме некие абстракции, пока они ненавидят какого-то абстрактного врага, допустим, каких-то укры там и так далее, да, это очень просто. И это работает. Как только предъявляют конкретику, вот, это уже работает, но не всегда. То есть, на самом деле это не панацея. То есть, в чем проблема вот этих людей, которые пели этот гимн? Да, они не понимают, что здесь, ну, в текущей, по крайней мере, там, политической, идеологической, настроенической ситуации это не пройдет. Вот, люди реагируют совершенно по-другому, да. Они смотрят и, как бы, еще больше ненавидят. Потому что они не находятся в этой парадигме гуманизма. Вот и все. Вот и в этом трагедия. По-моему, всякая попытка доказать собственную нормальность, как раз-таки демонстрирует собственную ненормальность. Так я еще раз говорю, они не... Тот, кто что-то имеет, он не стремится, как бы, это продемонстрирует, не показывает. Собственно, они не нормальность демонстрируют, они конкретно сделают. Вот, вот... Ну, конкретно. Так нет, не дет. А они существование свое, потому что я есть. А не просто демонстративные люди, которые хотят привлечь в себе внимание. Так нет. И, как бы, к этому нет никакого отношения. Еще раз, я говорю... Когрессии и, как сказать, этому самому представлению. Ну, просто хотят... Ну, так можно мыслить, я говорю. Именно потому что так можно мыслить. Их вот это выступление, допустим, с гимном, могут наши воспринимать с ненавистью, да? Но я-то думаю, что они-то, когда вот это записывали видео, они из чего-то исходили, они же не идиоты. А, то есть они просто хотели нас позлить всех, да? Ну, не нас там, а все. Они могут ни с чего не исходить, просто как бы что-то делать. Ну, есть некая презумпция. Зачем же они тогда, да? Зачем же они старались, когда пейут, понимаешь? Они странно знают. А что на вот такой тайп пишут? Ну, они просто ненавидят, конечно. Я смотрел видео этого, в Петербурге какие-то проводились акции, там, какие-то одиночные пикеты, там, посвященные, там, я не помню, там, День Украины, или что-то в этом роде, поддержку Украины какие-то. Как ни странно, как бы вот люди, которые, там, это присутствие, которые поддерживают Украину, почему-то имеют оттенок вот ЛВБТ, там, они, там, видно, что они какие-то, там, ну, там, несбиянки, я не знаю, там, полусексуалисты. Как-то это видно. Идя по ним, так видно. Ну, видно, на самом деле. Это вновь, да? Да, видно про людей, на самом деле. Да, видно про людей, на самом деле. Да, это есть тем более. Ну, что, мужественные женщины такие, которые бросаются там, со злостью драться, там, и так далее. Не, просто дело в том, что у нас люди с таймскими флагами и с радужными ходят в одной колонии. Это ничего удивительного. Дело в том, что, возможно, любое протестное, любое различие порождает никого рода протест. Да, и этот протест выражается и в геопарадах. Ну, мысль-то, мысль-то моя понятна, вот, что люди просто предъявляют себя. И если, если, если работает вот гуманистическая парадигма, что человек, как бы, высшая ценность, то в этой парадигме предъявление себя, как человека конкретного, существующего, снимает всякие вопросы, да, то есть, ну, как, не то, что снимает секрет, оно делает невозможным такое противостояние. Ну, а что шоффер, шоффер, лётчики бы пошли бы. Если бы все должны себя... Так, лётчиков... Ухарки пошли бы. Лётчиков... Нет такого, чтобы люди ненавидели лётчиков, понимаешь? Ну, нет. Ну, это ненависть только подпитывает. Терористы ненавидят. Ну, в Европе нет. В Европе нет. Я думаю, там подпитывает это ненависть. Потому что, я не знаю, условно говоря, если ты... Какая может быть абстрактная ненависть гемосексуалистам, допустим, как бы, не видать нигде и не слыхать, понимаешь? Ну, есть они где-то там, ну и что? Так ненависть никакой нет. Да, и никакой особой нежности нету, да. Ну, хорошо, украинцев не видать и не слыхать, да? Украинцев не видать и не слыхать. Но как куманизм это отношение не имеет косвенно, если вообще не имеет, на самом деле. Видишь, в чём здесь дело? Здесь есть просто противоположные животные, которые разворачивают, например, господин, ну, персонаж у Тарантино, этих бесславных углов. Да, да, да. Он же просто объясняет, ну там, мы с вами упоминались, не знаю, я точно говорил об евреях. Ну, вот, говорит, что есть некий такой эмпирический опыт, которого люди не знают. Я могу нейтрально относиться к его и осуждать как-то ещё, но когда я его вижу перед своими глазами, я некую испытываю некое экзистенциальное переживание, что ты испытываешь в ненависть. Почему? Потому что я вижу певолочку, она мне нравится, я вижу крысу с голого хвостиком, то она у меня вызывает сразу же некое первоначальное естественное отвращение. Вот это его абсолютная логика. Мне казалось, что с гомосексуалистами именно так. Просто я могу говорить, ау, я за гей-парады, я за гомосексуальные браки, но стоит мне определить конкретное существо такое и понимать, что оно каким-то этом, я могу сжать улыбку, улыбаться, сжать ему руку, но всё равно мне это отвращение будет проявляться. Может быть. То есть именно как раз наоборот. Не наоборот, не наоборот, не наоборот в том плане, что вот императивы вот эти вот, что ты должен ценить человека там как высшую ценность, это ведь не что-то природное в тебе, это некая, ну как бы мораль, не знаю, нравственные установки, которые сдерживают тебя. Ты, в другом деле, что ты пытаешься предъявить и приписать здесь вот это рассуждение на гуманизм и романтизм, а твое построение, оно не требует его развлечения. Вот. Просто, казалось бы, в чем особенность вот этой кончиты вруста, да? Это потому что вот оно создано вот так, существовало некое, потому что к мужчине ты относишься иначе, к женщине ты относишься иначе, если бы тебе просто бы симпатичную девушку, сказали, что раньше было мужиком переодеть, ты бы относился как к девушке, ну просто вот так, качественно. А тебе специальное существо одували, с одной стороны девушка, с другой стороны большой черной бородой. И хопа, именно твоя вот эта ненависть, она возникает, отвращение возникает из конкретности. Но тут из-за того, что если есть твои руки, сказать из-за того, что ты не знаешь, как к ней отнестись. Ну, не знаю, ну вот как крысу вот. Я, по крайней мере, крысы все равно любви в своих состояниях люблю, да? Ну вот, господин вот у Тарантино, вот это самый главный герой, и относится к крысам, ивреям, и так же, как крысам, и крысам, как ивреям, ивреям. И действительно, он нагибляет. И не надо человека отличать от того, кем он себя представляет, или кем в себя он это манифестирует. А это здесь при чем? Ну это при чем? Ну ты же как бы, ты говоришь, там, Качита Бус, она же, наверное, человек сначала, а потом уже она то ли мужчина, то ли женщина. Или как она? Я об этом говорю, что... Он же и говорит о том, что она человек. Она человек, да, и не предъявляет свою человечность. А потом уже, да, вот иностранный человек, ну человек же. Ну смотри, ну это самая, значит, эта человечность, она как бы стоит позади некой конкретности. Нет, ну это... Антон, за другую тему... Да, я говорю, что именно вот если идеология гуманизма достаточно глубоко проникла в мировоззрение, она не может стать позади, она всегда как бы впереди. Ну вот это вот на некое насилие, вы как... Ну кто спорит? Это же гуманизм, я говорю, что гуманизм это тоже как бы определенные идеологии. Вот. И можно понять тех, можно понять, то есть для чего я здесь выстраиваю. Мне очень хочется понять как бы вот то, что происходит у нас, да, и не осудить, условно говоря, там, всех тех людей, которые, скажем... А у нас, казалось бы, ситуация как раз, она не абстрактная. Игорь Чехович, пиши, что это, он вас ненавидит. А конкретно, почему? Вот смотри, вот наши люди, значит, которые говорят постоянно о том, что у нас коррумпированное общество. Что является оборотной коррумпированной общенности? Потому что пока, как я для чиновника нахожусь за пределами его документа оборота, я далеко как некая абстрактная. Он против меня. С той поры, как я к нему непосредственно подошел каким-то образом, я брат, знакомый, что-то еще, человек, что называется, конкретный. Как в своей конкретности я разворачиваю, он полностью на моей стороне. Это очень странно. Но это вот чисто русская ситуация, которая не позволяет отнестись к любому другому субъекту, как к чему-то абстрактному. В этом смысле невозможность у нас по-моему. Кто весь мир любил, кто революцию делал ради всего человечества? Что ты рассказываешь? Русские как раз всегда любят все человечество. А когда Достоевский писал об этом, предъявляют ему конкретного человека, они ненавидят его конкретного. А не дайте нам все человечество. Это еще рассуждение. В этом смысле, значит, стало лучше. Стало лучше. Переверд какой-то действительно получился. В гуманистическом обществе, когда они действительно должны гуманно относиться прежде всего к человеку, они запросто увольняют при малейшей правильности. И доберут телефон, и настучат на своего соседа, лучшего друга, который превысил скорость. Да, конечно, конечно. То есть, как хотят из гуманистических соображений. Место из каких-то человек. А у нас наоборот получилось. У тебя не человеку, у тебя профи. У тебя профи. Вопрос от твоего видения, кого считать человеком. Вот и все. Людей за людей не считают. Ну, получается, что как раз подобного рода ситуация, она делает, кстати, возможную идею правого государства, что в России невозможно. По той простой причине, что перед тобой стоит он в профи в себя. Какой-то. То есть, он превращен в некую абстракцию. Кто не пряжет. А у нас наоборот. У нас всегда есть различие между конкретностью и абстракцией. У тебя тоже самый, казалось бы, отвратительный чиновник, который принимает жуткие какие-то законы, то есть, исследует каким-то человеческим этим. Он, когда ты к нему подходишь поближе, гаишник или какой-нибудь девочной, милейший человек. Ну, милейший человек. И он к тебе относится как к милейшему человеку. Потому что вот эта конкретность, она существует. А прямо противоположная ситуация, про то, что говорит Александр, увидели, и человек переходит через дорогу, на него тут же настучали, они в положенном месте. Приехали, его штрафовали. И тоже все вежливо, например, французы, это будет вежливо, здорово, но ты получишь такой нечеловеческий штраф и такие нечеловеческие проблемы со всем этим. И эти люди, которые будут улыбаться, ты будешь понимать, что улыбки пусты, за ними ничего не стоит, которые полностью отличаются от нашей ситуации. Вот в их обществе правовое государство работает. В нашем обществе не работает. А я, кстати, готов защитить Антона, на самом деле. Я не очень согласен с Игорем. Дело в том, что для того, чтобы человек стал свободным, он сначала должен стать индивидом, то есть стать самим собой. И тогда возникает необходимость, как ты говоришь, правового государства, чтобы вот такие отдельные индивиды свою свободу могли соотнести друг с другом. Чтобы дать свободу другому и быть самому свободным. Именно когда человек нарушает чужие границы, и вот тогда и возникает вся строгость этого закону. Потому что запрещено это делать. Потому что везде этот человек главная ценность, его свобода должна соблюдаться. Его границы, его личного мира должны как бы сохраняться. И вот это вот там, privacy. А почему это здесь вообще? Это при том, что у нас наоборот, действительно, у нас конкретность, но у нас рабское сознание. Чиновник, да, безусловно. А что у него особого рабского-то? Арабское состоит в том, что мы умиляемся вот этими господами. Для нас это сидит какой-то чиновник, где-то там наверху, он для нас не гражданин такой же, как я, а он на самом деле господин, он князь. И эти князи сами считают, что они князья, а мы холопы. И пригодим, хотя он назначен, и хотя это по... Согласно всем законам, он такой же, как я, и должен соблюдать точно так же закон, он все равно выше закона. Мы не вдвоем подчиняемся закону, или мы не соответствуем друг другу нашу свободу, а он и есть закон, и он как бы снисходит. Ах, ты пришел ко мне, и я еще там что-то должен тебе делать. Как везде вот эта вот позиция господина Ираба. И мы еще до сих пор по капле этого раба из себя выдавить не можем. Да я же не о том говорил. Да это не тема, это просто, ты взял аспект, который назвал ее свои свободности, на самом деле, говорит о том, что там действительно личность, да, и со свободной личностью. А у нас мы рабы, да, мы в своей конкретности, в полноте. В понимании осталось в другом, что личность получается все время увиденная в профиль, в профиль она увиденная. Да не в профиль на увиденное. Да личность в принципеود должна иметь свободу, личное пространство, чтобы потом уже встретиться конкретно. у нас это мы всегда конкретно но в рабском в рабском среде у нас этого вот этого отстроенности то нет у нас вот этой вот гордости моей свободы мое пространство мне то что есть господа есть остальные коллоб а по-моему как раз таки наличие этого пространства который тебе кто-то дает есть рабство не дает атомы они соотнесены друг другу на его никто не дал они просто так организовать Каждый считает себя высшей ценностью и дает свободу другому, ограничивая самого себя, чтобы дать свободу себе. Смотри, как Антон получается, что не только само государизм является, в связи с мыслями, легкой перверсией, но, с другой стороны, и самого попытка его вытрактовать таким образом, в качестве парада, как подъявлять собственную конкретность, то она, получается, что тоже является своего, уже тоже извращением. Я думаю, что так точно будет в комментариях, в этом не стоит сомневаться. Вы просто берете нечто вырожденное, а, в принципе, вот человек инвалид, на самом деле его никто не презирает, но в обществе он точно такой же истук, как мусексуалист. Ну, посмотрите, как живет любой инвалид. Для него нету специального места, там, ну, сейчас немножко, как правило. В России. В России. В России. Давайте вернем, как бы, от конкретности и абстрактности, вот давайте, в таком ключе. Романтизм, давайте, это очень интересно. Можно ведь жить, допустим, ну, как сказать, ну, я больше тут буду сейчас говорить про смысл порождения. То есть, свою жизнь человеку нужно как-то наделить смыслом. Вот. И можно наделить ее смыслом, как бы, не выходя за пределы своей жизни, вот скажем так. То есть, вот есть твоя жизнь, ну, или, скажем, твоя семейная жизнь, близкие, какие-то родные. И вот, довольствуясь этим, ну, какая-то твоя работа, да, не какая-то даже великая работа, а просто вот работа. А ты что-то там, не знаю, видишь, читаешь, ездишь, узнаешь, путешествует, там люди любят. И вот этого всего может быть достаточно для того, чтобы ты сам считал, что твоя жизнь имеет смысл. Вот это я понимаю в том числе под гуманизмом. Мне кажется, это как бы некое следствие гуманизма. С другой стороны, есть ситуация, когда людям этого недостаточно. Еще раз, им нужна какая-то идея, превосходящая их жизнь. Ну, допустим, им нужна великая страна. Вот. Откуда это берется? А почему им не нужно, допустим, это развиваться, становиться все выше, сильнее, там, не знаю, там, двигаться? Почему-то нет. Да нет, просто экзистенциализм – это гуманизм такая вот статья. Да, да. Где он объясняет, на самом деле, что человек – это проект, обращенное будущее. И нет никакой такой завершенности, потому что он открытый проект. Понимаешь, он постоянно на базу. Ну, еще раз, еще раз. Еще раз. Есть все-таки различия, да. То есть, я вот, допустим, приезжаю в Финляндию, и я вижу, что там почему-то все проекты, да, они не направлены в сторону величия там Финляндии. Если приедет Фин к нам, он точно так же увидит то, что увидишь ты. Ну, не факт. Потому что, для того, чтобы увидеть иное… Там у нас там нет величия. Просто величия во всех странах и во всех языках к величию стремятся немногие. В массе своей люди действительно довольствуются тем, что есть. Нет. Ну, я говорю не личное величие, да. Ну, какой-то смысл, внеположный относительно твоей жизни. Еще раз. Вот смысл, который лежит по ту сторону твоей жизни в широком смысле, как жизни, там, твоей семьи и так далее. То есть, далекий смысл какой-то. Можем маленький пример. Вот есть некоторые люди заводят породистых собак. Я считаю, что они просто таким образом, как бы, вот, компенсируют свое стремление приобщиться к чему-то великому. Например, там, какой-то породи, там, каких-то супер, каких-то редких, там, каких-то собак, там. Или, там, они, например, коллекционируют адекватные вещи. На самом деле, стремление приобщиться к чему-нибудь, да, и тем самым получить смысл, такое стремление есть, но оно ущербное изначально. Это все равно, что, как бы, пытаться искать где-то там, вот, как говорят, можно искать Бога на небе, можно искать Бога над землей, а Бог внутри вас. Ущербно, с твоей точки зрения. Бог внутри вас есть. Потому что ты вот как раз стоишь на том, что вот в этой вот ближайшей окрестности, так сказать, достаточно всего того, чтобы... Не в ближайшей окрестности, нет ничего кроме тебя. Ну, вот о том и речь. Еще раз, я говорю, и когда люди живут так, и когда им это говорят, а если, допустим, их жизнь при этом бедна, бедна смыслами, бедна, не знаю, поступками, много чем бедна. Вот. И им говорят, твоя жизнь, как бы, вот, этого достаточно. А именно тут возникает реакция. Они говорят, нет, как бы, нас не устраивает такой смысл, дайте нам больший смысл. Вот и все. Можно я попытаюсь? Я не очень понял, где тут место во всех этих разговорах романтизму. Ну, я вот это называю романтизмом, да, то есть это романтичное устремление, которое ставит выше, то есть больше... Ну, не обязательно общность, еще раз, это полагание некой цели за пределами, как бы, вот, 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 ближайшей окрестности. Собак, коррекцию мая, а это романтизм? Нет. Нет, опять же. Почему? Ну, а почему, да. А что у тебя не трансцендентная цель? Ну, не трансцендентная. Ну, не трансцендентная. А мне вот интересно, человек у Ницши, да, который является переходом, что-то, мостом между обезьян и сверхчеловеком, это кто? Это романтик или... Да, романтик, конечно. Ну, а вообще-то Ницши, это гуманист, прежде всего. Ну, какой уж не романтик. Ну, какой уж он гуманист? Ну, со всех сторон он романтик. Я бы даже как писатель, романтик чистый. Нет, это можно вписываться в понятие, что человек из проекта, в прошедшее будущее. Но это вписывается в понятие, но это не гуманизм. Это именно романтизм. В моих определениях как романтизм. Проект и проект, подождите, проект и проект, сам по себе проективность человека, это еще ни о чем не говорит. Давайте вернемся чуть назад, к простому описанию того, что было, когда родился гуманизм. Что ему предшествовало? Ему предшествовало строго стратифицированное общество. Где были цеха, где были сословия, где человек рождался, и место, и обстоятельства его рождения, ну, в социальном смысле, предопределяли его дальше просто навсегда. Ну, это как примерно наше общество сейчас. Тем не менее, да, то есть где родился, там и пригодился. И вот если твой папа режиссер, кинорежиссер, значит, ты будешь кинорежиссером. Вот, пожалуйста. Ты можешь побриться на лысо, в отличие от своего папы, но ты будешь кинорежиссером. То есть сын генерала не станет машом? Ну, что маша не станет. Ну, совершенно верно, да, но генералом он станет. Дирижером, по крайней мере, не станет. Генералом он станет, вполне себе определенно. Вот. То есть что происходило? Идентификация конкретного вот этого проекта происходила через включенность в какие-то формы всеобщности. Какому сословию или какому церкву человек принадлежит. Это определяло его исчерпывающим образом. Это определяло то, что он ел, то, что он делал, то, как он одевался. Это определяло все. Гуманин, когда начался, началась ломка именно вот этого стратифицированности общества. Появилась идея совершенно дикая. И вообще говоря, ниоткуда ей, ниоткуда было взять. Только в христианстве эта идея есть, а там и не откуда. Ну вот, да. Но, тем не менее, тысячу лет христианства жило без этой идеи, а потом оно вдруг выкуклилось все-таки. Не, ну вот у Игоря есть версия, что средневековья и античности это одно и то же. Окей, окей. Это другой разговор. Другой разговор. Тем не менее, возникает эта идея. И что после того, как эта идея начинает продвигаться? Я не скажу в массы, но хотя бы в какие-то десятки людей. Что оказывается? Оказывается, что человек определяется не тем, кем он родился, в каком месте социума. А тем, кем он смог стать. Вообще говоря, вообще говоря, можно сказать с языком Саттера, что человек, как в случае рождения в цеху, он был проектом. Так и в случае рождения гуманистом, он является проектом. Только, единственное что, в цеху тебе как бы цель, кем ты должен стать задана. Она просто тебе задана. Ты же не рождаешься мастером-кожевником. Нет, ты должен стать мастером-кожевником. Ты можешь это сделать лучше или хуже. Ты можешь стать горьким пьяницей и там умереть в пьяной драке. Все это возможно. То есть, никакого автоматизма нет. Но перед тебе задана некоторая цель. Гуманист, гуманист, он чем прекрасен в отличии, ну чем он принципиально отличается от человека, родившегося в цеху? Тем, что он не предопределено, кем он станет. Он может стать там, не знаю, ну кем угодно. Президентом Соединенных Штатов. Например, ну серьезно, Эразм Роттердамский. Сын, по-моему, сапожника. Вообще говоря, социальное положение было весьма определенное и невысокое. Но человек совершенно self-made. Он полностью, он путем самообразования, он стал кем? Он стал интеллектуалом, с которым считались государя европейские его времени. Пожалуйста. Ну и можно называть других. Не важно. Главное, что сама вот эта идея, что человек может стать кем-то только благодаря собственным усилиям и собственным целям поставленным. Она начала проникать. И уже там где-то через полторы сотни лет после начала самого гуманизма Уже английский король, к которому обращается вдова какого-то там генерала, который погиб на поле боя, обращается со следующим писанием. Что, так сказать, ваше величество, вот я вдова, вот геройски за вас воевал мой муж, погиб на поле брания. Я прошу сделать, так сказать, моего сына и сына вот этого героя, во-первых, дворянином, во-вторых, джентльменом, в-третьих, обеспечить его будущность. То есть у них просто не было денег. Они жили на жаловании генерала, а после его смерти, соответственно, никакого источника дохода нет. И что отвечает ей король? Король отвечает, да легко, я могу вам дать денег, я могу пожаловать ему дворянский титул, но извините, мадам, сделать джентльменом он может только сам. Я не могу его сделать джентльменом, потому что джентльмен это та определенность субъекта, которая вырабатывается только им самим. Это нельзя дать, это нельзя, этому нельзя научить. Этот человек может сделать с собой только сам. Хотя казалось бы, да, еще совершенно вполне себе сословное общество, казалось бы, приставить к нему батлера толкового и он вырастет джентльменом никуда не денется. Но нет, все понимают, что стать или не стать джентльменом он может только собственными усилиями. Я что хочу сказать. Происходит движение от самоидентификации через всеобщие какие-то категории. Надлежность к нему. Вообще не к нему. Да. Происходит движение к самоидентификации через менее всеобщие категории. Эти категории становятся все менее и менее всеобщими. Ну просто такова историческая канва. Да, Игорь, ты совершенно прав, что для того, чтобы нормально функционировало правовое государство, мы должны идентифицироваться через какую-то совершеннейшую всеобщность. Типа, что мы все субъекты права, и вот я тебе как субъекта права сейчас сдам в полицию. Но здесь ничего личного. Just, так сказать, правосудие. Ничего кроме. Совершенно верно. Совершенно изгнать, видимо, из человеческой самоидентификации всеобщность невозможно. То есть, стать уж совершенно уникальными мы не можем, потому что у нас просто тогда не будет даже общего языка. У нас не будет общей культуры. Но, тем не менее, тенденция к все большей и большей партикуляции, она есть. И именно вот в этой точке я Атона очень поддерживаю, потому что вот эта выходка шведов, которые на русском языке поют гимн, чуть не сказал, Советского Союза, но практически гимн Советского Союза. Их там реально тысячи. Вы можете себе представить? Тысячи людей. Тысячи людей. Олимпийский стадион. Выучили эту абракадабру на чужом языке. На чужом языке. Ну и стараются. И стараются очень, и потратили на это Бог знает сколько времени с единственной целью. Тут Ангон совершенно прав. Они делают это только для одного. Они хотят показать себя как единичности. Они не хотят себя показать через приобщение к какой-то общности. Тут еще немножко другой момент. Вот конкретно если про этот клип. Мне еще подумалось, что они как бы рассчитывают на то, что вот посмотрите, мы делаем некий жест любви. Мы, так сказать, с любовью поем ваш гимн. Вот. Неужели вы как бы можете ответить на него иначе? Вот. Вот так вот. Да? То есть это некий может быть даже вызов. Да? Ну в таком как бы смысле. Ну да. Это тоже есть. Я что хотел сказать. Ну извиняюсь Игорь. Я все-таки как-то по-другому имел. Я под гуманизмом понимал именно проект. Как Влад выражается. И даже может быть не отдельного человека. А ну вот если можно говорить про проект общества. Вот есть общество. Вот. И у него есть некий проект будущего. Вот. Вот. Можно себе представить, что у одного общества есть проект такой, что мы будем жить безбедно. У нас будет там ну как бы функционировать все хорошо. Экономика будет налажена. Все будут, так сказать, сыты, довольны. Вот. Вот. Не будет конфликтов. Будет вмешаться. И так далее, и так далее. Так вот мы обнаруживаем, что такой проект оказывается для людей неудовлетворительным. Вот. Для наших. Им не нужно это. Им нужно другое. Им нужно, чтобы там был какой-то высший смысл происходящего. Вот это я хотел донести. Вот. То есть мы все помним фильм «Матрица». Первая как бы «Матрица» была, так сказать, так же совершенно, как и грандиозен, был ее провал. Вот. То есть людям дали совершенный мир, они его не приняли. Вот мне кажется, здесь происходит то же самое. Но не принимают они его не просто потому, что они не хотят. Хухорум, наверное. Да, тоже. Ну да. Просто я хочу сказать, что вполне возможно то, что ты говоришь… Я это русская душа. Что нашим людям что-то там… Не только русская. …какое-то специальное развитие цель… Не только нашим. Не совместимо с этим миром человеческим. Для наших людей это как раз является, может, форма отчаяния. Нам не получилось стать нормальной европейской страной и нормальной миром. У нас не было проекта. Никто не предлагал этот проект в России. Давайте попытаемся пирамиду самой большой в мире построить. Вот. Это форма отчаяния такая. Это именно… Подлачь. Если не дали этот проект, не дали ни благосостояния, ни правопорядка, ничего и тогда… Ну, вы знаете, а вот тут я не соглашусь, потому что вот у меня ощущение сейчас, вот именно сейчас, что вот эти 20 или сколько лет, 25, они ждали все, затаились люди. То есть, они просто ждали, когда же уже закончится вот эта вот галиматья. Верните нам увеличение. Галиматья – это галиматья. Но ни дело ни полиции. Там уже был совершенно… Верните нам смысл, да? Вся 80-х, 90-х, может, ты не помнишь, да? Был совершенно конкретный проект. Он состоялся в том, что Россия должна стать обычной европейской страной. Ну, совсем не было. Ну, и не получилось у нас это говорить. Я и говорю, не получилось, потому что люди это не принимают. Не потому что люди не принимают, а не получилось по другим же смыслам. Ну, вы думаете, что там разворовали? Вы думаете, то, сё. А я говорю, что… Нет. Людям нужно другое. Они хотят… Начали, вот Путин вернул советский гимн, все это приветствовали. Путин вернул кто-то, все это приветствовали. Почему приветствовали? Потому что… Даже символ эти. Потому что они хотят не этого благосостояния, не этой сытой, спокойной жизни. Где же у них в 90-е годы эта сутая, спокойная жизнь была? Они столовались что-то, просто неизвестно что. И не получилось. Необязательно, чтобы отказаться от проекта, не обязательно он должен реализоваться. Я полагаю, что это форма отчаяния, своеобразная сейчас. А можно говорить, что это форма величия? Брежневская Россия, она никак не связана с идеей величия. Совсем не была. Имперская идея была уже в такую щель, что ее не видать было. Имперское мышление. Как воспринимается сегодняшний день Брежневская ситуация? Как спокойное, благополучное время, когда у всех была работа, когда у вас было бесплатное образование здравоохранения. Вот, вы думаете, что верните нам это как раз? Конечно. Ровно наоборот. Ровно наоборот. Никакой не трансцендентный. Верните нам вот это Брежневский застой, вот это замечательное спокойствие, эту социальную уверенность. Понимаешь, Игорь, ты же сам прекрасно понимаешь, что то, чего хотят сейчас граждане России, они хотят не того, что было, они хотят некоторые мечты о Советском Союзе. Мечты, конечно. Они, конечно, идеализируют. Потому что, помню я этот Советский Союз. И я помню. А вот некоторые не помню тоже. Маленькие, потому что были. Да нет, ну как сказать, как приятно. Справедливость это было больше, это же факт. Ну, понятно. Слушайте, не надо вот ля-ля. Они нарисовали, ясно, что они, на место Брежневской России, они нарисовали некую идеальную картинку. Конечно. Это мы все понимаем. Но надо понимать, в каких аспектах они ее пытаются воспроизвести. Воспроизвести они ни в каком там абстрактной вещи, ни образование, ни математика, ни ракет, ни полеты в космос. 100 аркалетов в космос сейчас вспоминает, серьезно. Они говорят, вот, о социальной уверенности, защищенности. Да нет, не об этом говорят. Они говорят, пусть, как бы, у нас тут санкции все разрушат, но мы будем великими. Вот что говорит народ сейчас, понимаешь? И он это конкретно говорит. Конечно, где же он такое говорил. Он же начал с Леонтьева, на самом деле. Я цитату привел просто. Да, и Сисконин Билтаяра, и Сисконин Достоевская. Везде же говорилось о том, что мы никогда не будем согласны на сытость, недостаточно для нас сытость, комфорта. Потому что она, еще раз, она пошла. У всех так любви. У всех так любви. У всех у нас. Совещательная цитата из классика. Нет, это я не говорю, что она с моей точки зрения пошла. Я говорю, что есть такая точка зрения, с которой она, оказывается, пошла. Ну, совершенно верно, да. И поэтому люди едут на Украину, какие-то писатели-фантасты, начинают строить какое-то государство новое. Это же все... Вот вы знаете, кто там, да? Это же все... Константы и фантасты, да. Да, да. Они с одного какого-то форума научной фантастики, боевой. Ну, совершенно верно. Смотрите, но ведь это же не... Я только хочу прежде всего отгородиться, да? Это не особенности русской звучи. Нет, естественно. Нет. Просто романтизм, как бы, романтизм выходит... То есть точно так же, я говорю, в Германии, там, на мой взгляд, вот этот поворот, как бы, от, там, условно, от бюргерства к фашизму, он был на тех же самых основаниях. Людям... Людям... Реакция на вот этот вот гуманистический проект. Давайте я подобию вот это противостояние. То есть, нужно говорить так, что у нас есть романтизм, и поэтому мы не приняли гуманизм. Или, наоборот, у нас не получился гуманизм, и от этого попер романтизм. Не получился у нас гуманизм. Так вот, Игорь говорит, да, не получился у нас нормальность этой жизни. И именно, вопрос такой, почему у нас кризис? Потому что не получился гуманизм? Или именно кризис подбил батки под гуманизмом, и появился романтизм? Не из романтизма получился кризис. Александр, а вот теперь сегодня... Кто, наверное, у нас когда-то задел революцию? Да кто у нас были людьми? Все были дворяне, им все потало, и ничего не надо было. Зачем же они пошли, зачем они... Все там... ...попрошли эти катарги, зачем они пожертвовали собой ради всего? Так это бунт что ли? Мечта в людях живет. Просто вы говорите, она не follower сама. В них живет позитивная мечта, понимаете? А стать нормальной мотивической страной? А такой нет, понимаешь? intentar стать по определению не... Романтиг считает, что стать нормальной, развитой страной, это ниже человеческого достоинства, мечтать об этом ниже человеческого достоинства. Вот так же считает романтик. Это Муравейник! Понимаешь? Ну, в общем, смотрите, я так думаю, что на самом деле, просто вот эти две крайности, гуманизм и романтизм, они на самом деле есть некоторые абстрактные полюсы. Ну, конечно, да. Да, потом они, со словами эта работа, и в том и том смысле, ясно, что неаккуратно, я мягко скажу. Гуманизм это другое, и романтизм тоже. Ну, бог говорит, ладно. Во всяком случае, мы понимаем друг друга теперь, что тут за этим стоит. Мы понимаем, что есть порядочно в самом гуманистическом обществе, западном, который только мы можем знать, там полно этого самого романтизма, из которого закладывают соседи друг в дружку и, так сказать, just for justice. Ничего личного. Окей, мы все понимаем. Я только вот что хочу сказать, что в этой, как бы, паре, где находится конкретное общество, конкретные индивидуумы, это же, ну, это подвижная структура. Вопрос в том, куда двигаться. Мне просто кажется, что, еще я не добавил, да, что гуманизм, вот у меня, как бы, изначально было название доклада, заготовленное, гуманизм, это реализм. Вот что мне кажется. Почему, как бы, я поставил романтизм, это все некие, ну, как сказать, литературические термины, понимаете? Вот есть реализм, вот, и это гуманизм. Вот мы живем, как бы, такой, не блещущей жизнью Чехов, такой, вот реализм, понимаете? А нет, не надо нам Чехова. Дайте нам, так сказать, верните нам романтизм. Ты же понимаешь, что ты берешь некоторую абстракцию. На самом деле, на самом деле, гумантизм наступает. И вот это вот, как бы, предъявление партикулярности для того, чтобы примирить враждующие империи, это же родилось еще во времена Холодной войны. Это так называемая, вот эта народная дипломатия. Она для чего производилась? Для чего люди все-таки ездили, там, из Советской империи на Запад, из Запада в Советскую империю? Для чего? Для того, чтобы увидеть, что там люди. Живой человек, такой же без рогов. Да, там не рогатые, не простатые. Там люди, понимаете? Это наверное, да. Да, живут они сильно иначе. Да, они там, вместо того, чтобы, как все люди, значит, бухать водку, они жарят барбекю. Но в целом-то, вот так вот с ними пообщаешься, у них такие же проблемы с детьми, как у меня. Дети одеты в другие шмотки, ходят в другие школы, ездят на машинах. А у нас, я один могу ездить на машине, в семье больше невозможно, да. Ну, проблемы в отношениях, там, взрослые дети совершенно идентичные. Все, этот партикуляризм, он продолжает разъедать. И он будет разъедать, он будет развиваться. Поэтому я думаю, что... Гуманизм победит, да. Ну, то, что мы назвали условно гуманизмом, победит, да. Ну, он не то, чтобы... Он не победит в том смысле, что он уничтожит романтизм. Это невозможно. Но он будет укрепляться. Поэтому деваться нашей стране все равно некуда, понимаете. Вот она будет становиться европейской. Либо она просто исчезнет. Она реально станет какой-нибудь провинцией Китая, если это Китаю будет нужно. А, скорее всего, это будет не нужно Китаю. И тогда просто станет пустырем, на котором ничего не будет. Вот и все. Почему? За такой финал. Заставите, скажем так, она... Трудно сказать, что она не становилась, по-моему, более европейской страной наша. Ну, как это? Становилась. На моей памяти, слушайте, на моей персональной истории становилась... Я вам больше того скажу. Со времен советской власти, с тех пор, как переехал я в город Ленинград, и город Ленинград, моя жизнь становилась все лучше с каждым годом, реально. Даже во времена этих замечательных 90-х, когда жрать было особенно нечего, тем не менее, я жил лучше, чем в предыдущие годы. Ну, серьезно. И жизнь... Ее просто качество жизни во всех аспектах улучшается. Это мы просто сейчас обладаем некоторым пессимистическим взглядом. Почему? Потому что у нас уже есть более подробные сведения о том, что творится в более развитых странах. И мы понимаем, что наш уровень жизни... И что у нас творится больше? Да. Да. И о том, что у нас в стране творится. И мы понимаем, что наш уровень жизни, это вообще уровень клошара Парижа. Понимаете? А я, наверное, как бы нормальный человек. А в Париже это клошары так живут, как живу сейчас тут я. Вот. И только от этого. Но если посмотреть на нашу внутреннюю динамику, то мы живем все лучше и лучше. Ну, то есть, до сих пор так, по крайней мере. В европейском плане лучше. Да. Мы становимся все более и более европейцами. Слушайте, я помню... Это было во всем. Я помню, что было с современной музыкой. Что мы пели, когда были, так сказать, подростками. Мы пели «Машину времени». Мы пели и всех этих бесконечных итальянцев, не понимая ни одного итальянского голоса. Сонышко мое, там что-то... Советную эстраду, София Ротару, Валерий Летик. Все это мы, конечно, пели. Но сейчас... А мы почему это делаем? Потому что я, например, ничего не знал про Rolling Stones. Ничего не знал про Beatles. Ничего не знал про любую другую музыку. Теперь я про эту музыку знаю просто все. Это настолько просто, что у меня просто не хватает ушей, чтобы это все слушать. Просто не хватает. А так она просто на расстоянии протянутой руки. Вся современная культура на расстоянии протянутой руки. Я просто вот до нее дотянусь не проблема. Не-не-не-не. Ты сейчас говоришь про то, что дистанция пропала. Но от этого мы более европейским, как ты выражаешься, не стали. Но, нет, смотри, мы все-таки слушаем, мы смотрим. Ты понимаешь? Так ну и что? Нет. Это большое что. Вот смотри, мы теперь обсуждаем фильмы какие. Мы чаще обсуждаем, извините, голливудские фильмы, чем фильмы, снятые в России. Не потому, что в России ничего не снимается, а потому, что мы сравниваем качество продукции. Можно говорить о том, что там нет высокодуховного кино, там все не такое кино, не сякое кино. Но в качестве сделанного продукта мы видим, что вот это качественный продукт, а это некачественный продукт. И все свои... Я-то просто думал, что ты говоришь про какое-то изменение менталитета, взаимоотношения людей. Вот это важно. И происходит изменение менталитета в том числе. Конечно. Это тоже происходит. Еще, конечно, есть рудименты и атовизм. Вот у нас мужик на факультете, ну он так хозяйством занимается. Вот для него, конечно, еще там обвинение, что там, а вот Навальный ходил в американское посольство. И для него это просто высший криминал. Вот после этого Навального надо расстрелять. Вот. Но все остальные при этом тихо улыбаются, потому что все понимают, что страшного-то. Господи, это больше не было. Сына, показывай. Да. Нет, ну ты видишь, по этой политической плоскости просто подаешься это разговаривать. Но вот в культурной то же самое происходит. Нет, в ней же более интересный разговор, который ведет Антон. Он же состоит в том, что, правильно заметил, что на Западе инвалид это тот, кто живет с собой. У нас дети-инвалиды обязательно посещают обычную школу. Детям хорошо и остальные привыкают, что это не просто так. У нас инвалидов прячут от общества. Их прячут, прячут. Сейчас нет. Почему? Им просто нет инфраструктуры, чтобы инвалид спокойно перемещался. Попробуемость состоит не в том, что даже нет инфраструктуры. А состоит попытка того, что их спрятать от человека. Почему? Потому что для российского человека, устремленного на конкретность, встреча с инвалидом, она... Шокирующая. Шокирующая, да. Она неприятна. Потому что он не знает, как в этой ситуации быть. Это некий такой способ бытия, который в другом человеке, с которым он не в состоянии примерить на себя. Отсюда попытка избежать, не помогать, не видеть их, не знать. Как вы грамотизм и... Да, вот это вот такова ситуация. Но это все равно, как если я на Невском встречу какого-нибудь папуасов на бедренной повязке и в ожерелье из акулиих зубов. Ну подожди, но ведь бомжи-то на улице не встречаются, бомжи-то сидят, просят подаяния. Их не убирают с улиц? Убирают. Убирают. И бомжи убирают. Нет, конечно, по поводу инвалидов, да, мы еще... Точно так же. Отстало, но все равно это движется. Вопрос привычки, причем элементарно. Да, это вопрос привычки. Это то, что с гомосексуалистами тоже вопрос привычки. Быть может, но есть же и противоположная точка зрения, что ты как бы... И когда ты видишь другого человека, ты от его конкретности, как некой навязчивости, не можешь избавиться. Вот на Западе, может быть, наоборот, решили проблему избавления от конкретности, как формы навязчивости. Что отношение гомосексуалистов к инвалидам, это вещи совершенно разные. Потому что гуманное отношение к инвалидам, оно наоборот, скорее укрепляет общество. А толерантность к гемосексуализму, оно общество разрушает. Почему? Это странно. Представляете, проблема рождения детей не является проблемой. То есть, если вы хотите сказать, что из-за того, что гомосексуалисты не могут привычным образом рожать детей, это никакого урона общества не наносит. Потому что, во-первых, могут. У меня просто на глазах происходит такая история. Знакомый паренек, он гомосексуалист. Мужик забеременел. Нет, он не забеременел, но как-то он познакомился с двумя девушками-лесбиянками, и у них родилась такая совместная идея. Родить ребенка? Родили. Как в магазин сходить, да? Почему сходить? Подожди, что значит? То есть, как рождается идея родить ребенка? Они его зачали совершенно традиционным образом. Они его рожали совершенно традиционным образом. Я его не могу. Почему через «не могу»? Вот это, кстати, сильные предрассудки, что называется. Вот и все. Нормальным образом они родили ребенка. То, что детей рождается недостаточно, да их валом рождается. Проблема лишь в их воспитании. А воспитывать они могут, кстати. Если бы у нас было более развитие... Кого они воспитают? Желаю, кого они. Гуманизм. Нет, да кого угодно. Не гуманизм. Если ты думаешь, что гомосексуалисты обязательно воспитают именно гомосексуалиста, так это жестокая неправда. И опыт развитых стран это показывает. То есть, это генетическая предрасположенность какая-то? В данном случае воспитание никак не влияет. Ну, просто ничего. И воспитание, и воспитание, и те, которые воспитывают. Ну, слушайте. Вот воспитание вообще последнее. Обычно они нормальные семьи, гумосексуалисты. Не родители их так воспитывали. Совершенно нет. Есть и генетические отклонения. Никто этого не отрицает. Это не отклонение. Есть и генетические отклонения в предрасположенности. Но это никак к нашему разговору не относится. Ну, да, совершенно нет. Мы же говорим о гуманизме и романтизме. Нет, ну, просто на самом деле, отклонение было в той точке, отношение людей к другу. Подождите, я просто восстановлю. Отклонение было в той точке, что, дескать, гомосексуалисты менее социально полезны, по замечанию Стаса. Стаса. Я говорю, что нет. Они все функции в социуме выполняют. Они просто не люди. Да нет, ну, главное-то тут возражение должно быть такое, что вот польза для общества не является ценностью. Выше, чем ценность конкретного вот этого несчастного или счастливого гумосексуалиста. То есть, получается, что ты как бы предъявляешь это, что это яркий пример гуманизмы. Нет, ну, простите, простите. Вот, допустим, говорят, когда о толерантном отношении с гомосексуалистом, а почему, допустим, не говорили о толерантности психически больным людям? Да, правильно. Это да, я понимаю. Ну, скажите, вы бы согласились лететь на самолете, которым управлял психически больной пилот? Это две большие мать. А гомосексуалисты? Не более, я согласился. Если бы гомосексуалист управлял чертой, я бы сучки. Нет, в том смысле что? А сумасшедшие все равно сучки. Слушай, Стас, 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 но сколько людей соглашается, чтобы нашей страной... Сучки. Поправлял сумасшедшие. Да и все нормально, все согласны. Да, сумасшедшие, да, повернутые на сексуальные почки. Зато как летим, как летим. Как летим. А вот эти его навязчивые шуточки, как он в очередной раз рассказал на пресс-конференции, что если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой. Что? Это было вчера или позавчера? Опять повторяю, что ты пришел? Забывается. Повторяю, что стал старик, конечно. Кошечка сзади нарисованная. Кошечка сзади нарисованная. Слушайте, все нормально. У него созабоченность и все на месте. Кому это мешает? Никому это не мешает. Я-то о другом когда-нибудь. Российский президент общается с американского, понимаете? Просто когда американский президент принимает присягу, он кладет на Конституцию руку. Это просто супер, да. Вот возвращаются они кто-то, это очень хорошо. Так что, слушай, на этой позитивной ноте можно все... Повторяю, что я хочу посмотреть.